друзья рад всех поприветствовать в работе хорошо забытая старая это toyota овенсис достаточно старенький уже автомобильчик у которого есть своеобразные болячки и этими болячками сегодня я и занимаюсь но первый момент по пробегу он был заменен пыльник привода внутренний пыльник привода я взял оригинальный внутри лежит комплект от компании гкн сам пыльник не оригинал гкн я брать не стал потому что обычно возникают такие траблы как неподходящие хомуты отвратительного качества и смазка внутри может также отличаться от оригинальной то здесь специально смазка для трипойдов а в неоригинальных комплектах бывает смазка на основе шруса для наружных гранат это момент номер один момент номер два передние тормозные механизмы стук суппорта противный звук запаривает клиента пробуем его немного полечить подручными методами и что для этого получается мы сегодня сделали момент номер один подогнул я вот таким вот образом пластинки тормозных колодок чтобы они поджимали маленько у меня вот эту плавающую часть суппорта и момент номер два заказал комплект не оригинальный тормозных пальцев от компании links несмотря на то что это конкретный китай но на удивление сделано все просто бомбически качественно то есть ничем не уступает запчасть оригиналу все четко фасочки покрытие радиусы сделано просто бомба резиночки на ощупь приятные качественные литье но то есть за эти копейки которые стоит данный ремкомплект я не ожидал что изделие будет достаточно качественным два ремкомплекта я заказывал соответственно на две стороны и из этого ремкомплекта мне в принципе нужно всего лишь вот такие вот запчасти как пальцы с резиночками что мы дальше делаем дальше мы делаем ход конем нижний оригинальный палец резинкой снизу мы достаем и ставим его наверх здесь он сидит гораздо плотнее берем неоригинальный палец от линкса с резинкой и ставим ее вниз тем самым он также достаточно плотно у нас будет сидеть будем надеяться что данный ход конем избавит нас от стука на ближайшее время и уже по мере эксплуатации автомобиля возможно в комментариях я дам какие-либо пояснения к этим выполненным работам увенчались они успехом либо суппорт также как и гремел так и гремит хотел сюда установить пружину но пока не удается это затея потому что неподвижная часть скобы утоплена вовнутрь относительно суппорта пружинку сюда толком не затолкать и соответственно расстояние между неподвижной частью и тормозным диском также маленькая сюда особо не пошикуешь пружинку не засунешь поэтому работаем подручными методами с минимальными вложениями смысла отдавать токарю вот эти пальцы чтобы точить и ставить сюда какие-то резинки они вижу в этом целесообразности экономической так как но это достаточно будет недешево автомобиль принципе по сервису у меня остался такой один поэтому ставим китайские пальцы катаемся тестируем и я думаю что все у нас будет хорошо привет конструкторам компании toyota на данном автомобиле они конечно жидко обкакались ну да ладно автомобиль все равно по-прежнему надежный но как когда-то нам сказали представители toyota motor россия данный стук не является неисправностью укладывается в акустические нормативы по децибелам и соответственно никаких препятствий для эксплуатации автомобиля не предвидится и вот с такой формулировкой примерно такой как бы все клиенты в рамках гарантии были посланы в дальнейшую эксплуатацию вот с таким вот стуком и в дальнейшем уже владельцы сами эти проблемы решали благодарю за внимание друзья и желаю всем удачи с прошедшими праздниками всем счастливо